Карамба ТВ представляет Здарова! Мы с вами не раз уже видели шедевры японской рекламной индустрии и вот еще один из них Блять, что это было? Неужели они думают, что показать кричащий детским плачем пупок это лучший вариант рекламы банки с тунцом? Мне интересно, как они придумывают такую рекламу? Йоко, нам поступил заказ рекламы банки с тунцом! Я вижу, огромный гид выразит на сушу и рассказывает людям какой-то вкусный тунец! Йоко, это херня какая-то! Тогда, может быть, гигантский тунец вырезают на сушу и начинают дериться с людьми своим терром? Йоко, давай что-нибудь более адекватное! Есть! Пупок кричит, как ребенок и пытается сожрать огромный кусок мяса! Йоко, ты гений! Это охуенно! Это просто феноменально! Но знаете что? Это еще не конец ролика! Эти ребята заслужили Оскар как лучший иностранный фильм! А это реально фильм, здесь есть все! Раздирающая душу драма, глубокомысленная подоплека, проблемы дистрофиков, тунец, наконец! В общем, если бы я был в жюри, я бы отдал свой голос за них! Следующее видео поначалу просто похоже на интервью тренера по баскетболу! Вы были когда-то лидерами, то есть первыми выходили? У нас в позапрошлом сезоне было, когда мы играли в финале с командой Варгупса, мы первую игру выиграли 26 очков! И думали, что все, мы выиграли чемпионат! Ребята тоже поверили в это, что они уже всех выиграли! И получилось, что мы на следующий день проиграли 40 очков! Что-то не смешная цифра! Отчего же его тогда так прет-то? Очень обидно! Блин, если у него такая реакция на очень обидно, то какова будет реакция, когда он радостный? Ну а может этот мужик просто по жизни на позитиве и ничем его не сломать? Мужик, твою тачку угнали! Очень обидно! Твоя хата сгорела! Очень обидно! Твоя жена от тебя ушла! Очень обидно! Да нет, тут походу дело не только в одном позитиве! Что-то с ним не то! Думали в этом году выиграть! Появился Сургут опять, как откуда-то! Все ясно, Сургут хоть и появился откуда-то, но судя по всему, что ты веселое с собой привез! Не получилось, что мы на следующий день проиграли! Ладно, ладно, спалился мужик! Что дальше делать будешь? Ну так же будем играть за вторые места, нормально! Ну что, друзья, встречайте хит японской рекламной продукции! Согласитесь, это идеальный способ показать человеку, почему ему надо лечиться! Интересно, что думают в маркетинговом отделе этой компании? Наша царевая аудитория, самураи! Да их уже давно не в нашем обществе! Я самураи, мой отец самураи, мой дед бур самураи! Если вы так не считаете, я вынужден убить себя! Радно, ладно, допустим, и что вы придрогаете? Мы должны показать, что тех, кто не подчинится, ждет смерть! А точнее... Куда уж точнее! Всех, кто не примет их таблетки, ждет смерть! Но на самом деле, пик этого ролика дальше! Я уверен, тут не обошлось без какого-нибудь весельчака, который слегка модернизировал рекламу! Да это взрыв мозга! Не знаю, как вы, а я иду учить японский язык! Просто я бы тоже хотел создавать такую херню, чтобы мне за нее еще и платили! Следующее видео доказывает, что не только у профессиональных гонщиков могут быть пидстопы! Сразу видно, кем эти ребята мечтали стать в детстве. Только тридцатый начался, а? Какую? Неужели жесткую? Да, белая, тип резины! Белый ободок, жесткая резина, как уже стоит у Марка Вебера сейчас. Так что поедет до самого финиша. Ну, в общем, видит, что Вебер примерно в том же темпе идет, там проигрывает несколько десяток всего, то есть сотых на каждом круге. Очень быстрыми строителями! Да, вот только если бы все строители так же быстро работали, как эти ребята. Мне бы точно не пришлось два года спать в машине. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим, пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин